И снова здравствуйте, всем привет! Итак, переделал я, значит, персонажа. Первого, кто видел, значит, в группе, что-то он мне не понравился. Я тут нашёл, значит, референс, подкрасил его, да? Так, вот этот персонаж, значит, это с игры. Я не стал выдумывать слишком этого персонажа. И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит, в чём вопрос? Я переделал, значит, персонажа, вот одежду, перекрасил полностью. Тот персонаж первый был точно таким же, но мне что-то не понравился. Я сегодня долго думал, что с ним не так, а то, что не так, это вот перекрасил я лицо. Всё, нашёл такой, значит, референс. Вроде бы этот получше. Цвет волос поменял, пусть будет рыжеватый какой-то. Так, шляпа пусть будет белая, как и у персонажа из комиксов, да? Давайте чуть-чуть её тут, оп, побольше сделаем. О! Так, штаны перекрасил. Что тут ещё есть? Давайте рассмотрим, а потом будем уже дорабатывать. Так, значит, у него есть штанишки, у него есть, значит, сапожки, сапоги, значит. Что ещё тут? Жёлтую рубашку, как в комиксах, я оставил, значит, пинжак добавил, это аж. Это если в каких-то случаях он будет выглядеть в таком виде, можно у него убрать, значит, вот эту штуку, или добавить альт аж. Давайте посмотрим, что можно сделать. Так, значит, это в дождливую погоду, если что-то там, да, прикрыть. Потом можно отключить ему вот эту аж, значит, манку эту и оставить его чисто в пинжаке. Если вдруг что-то, то можно здесь в блендер перекрасить ему майку. Что-то вот в жёлтый цвет мне, ну, никак не заходит. Хотя персонаж, значит, в комиксах, как вот, счастливчик Лу, вроде бы в ней нормально выглядит. Ну, как-то на диком западе глаза будет, наверное, резать. Что-то вот сероватое надо, чтобы они все ходили более-менее в одних тонах. Так, здесь ещё добавится ему, значит, кабура, добавится пистолет, альт аж. Значит, что у него тут присутствует? Вот такая у него анимация, это смиксама. Здесь он, значит, будет хлопать лошадь. И сейчас давайте доработаем, значит, рик. Кому, конечно, интересно, но темы это по просмотрам неинтересны, я так смотрю. Ну, ничего. Так, заходим, куда мы? В Edit Mode, End панель, опять же, Screencast Key, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Так, теперь делаем Infront, Viaport Infront, чтобы видеть кости сквозь нашего персонажа. Я, значит, Е, хочу добавить ему косточку Alt P, Clear Parent, как и в прошлые разы. Это, значит, на шляпу. Хочу, чтобы шляпа у него, именно он мог ей двигать, там ещё что-то делать, благодаря косточке. А не благодаря, допустим, значит, шипкеям или ещё какой-то настройке. Отдельной прописке, допустим, анимации именно шапки. Так, теперь что нужно добавить? Добавить нужно Е, косточку на челюсть, Alt P, Clear Parent, потому что G, вдруг он что-то захочет поговорить с кем-то там, или ещё что-то. Ну, пускай по-простенькому. Shift D дублируем, ставим косточку выше этой косточки, ну, таким вот образом. Так, выбираем через Shift, через Shift левая кнопка мыши, выбираем косточку головы, Ctrl P, Keep Offset. Всё это должно быть к чему-то привязано, быть. И теперь что сделаем? На губы добавим, значит, ему кости. Значит, с этой косточки вытащим Е, Alt P, Clear Parent, значит, G подставим по центру верхней губы, делаем Ctrl E, делаем H, убираем всё, что нам не нужно. И сейчас мы это дело тут просто поподставим. Так, значит, Shift D, Shift D на складку, Shift D сюда, Shift D, значит, сюда. Много костей не надо. Так, смотрим, что у нас. На складку не зашла, дотягиваем. Так, смотрим, эти кости вроде бы попали, всё нормально, но давайте чуть глубже их заведём. Главное, чтобы все кости были в меше, видите, да? Где-то так. Тройка на нампаде, дублируем вот это всё дело, делаем Shift D, щелчок левой кнопкой мыши, мира, X, Global, инвертируем и подставляем на эту сторону. Всё, рот будет закрываться, дай бог. Вот навеки, я думаю, не буду ставить, значит, эти кости. Или всё-таки, ну давайте, ладно, уже раз начал, Shift D, подставляем к глазу. Тройка на нампаде, заводим в глаз. Это будет косточка ограничения, чтобы у нас не двигался нос. Следом, что делаем, Shift D, навеки, Shift D, навеки, Shift D, и Shift D, значит, на складку. Тройка на нампаде, смотрим, что на складку не зашла, навеки смотрим, вроде бы всё этако попало, да? Ну дай бог. Так, теперь, значит, это Shift D, на нижнее веко подставляем, Shift D тоже подставляем, и Shift D тоже подставляем. Итак, на веках, значит, всё стоит. Что нам нужно сделать? Давайте, Shift D, дублируем одну косточку, отводим её в бок, R, переведём, G, подставим, делаем Shift D, щелчок, R, перекручиваем, это будет на нижнее веко. Так, многовато. Давайте чуть-чуть, значит, её повыше. Так, всё, это дело есть. Теперь, что мы делаем? Мы верхние веки, так, вот здесь я, наверное, G, вот эту чуть-чуть пониже переведу, а эту чуть-чуть посередине поставлю. Так, а ну-ка. Ну, в принципе, столько, три косточки, это нормально должно хватать. Да, так, это G, попробуем чуть пониже. Ну, давайте Shift D, добавим четвёртую. Так, всё, вот эти вот, значит, раз, два, три, четыре косточки вяжем к верхней косточке, которая будет отвечать за опус глаз, ну, век, Ctrl-P. Keep Offset. Так, следом, вот эти три косточки, это будет верхняя века. Ctrl-P, Keep Offset. Так, ну, нам нужно сделать теперь, чтобы когда верхняя века будет опускаться, у нас не опускались, значит, брови. Shift D, это, значит, кости ограничения. Мы их тут же Shift D в промежутках, вот так вот. Shift D, Shift D, и Shift D вот сюда пошире подставим. Так, смотрим, чтобы вот эта косточка, они в основном, когда вы устанавливаете, я устанавливаю, они бывают, проскакивают и не захватывают меш, и потом находятся в висячем состоянии, и потом, словом, очень это дело некомфортно. Теперь Shift D ставим центральную, вот эту косточку. Так, Shift D ставим на бровь, Shift D ставим на бровь, и Shift D, еще одну вот Shift D ставим на бровь. Здесь вот смоем, чтобы, опять же, все это дело зашло в меш. Вот, видите, да? Вот таким вот образом. Так, единица на нампаде, и значит, все это дело чуть-чуть вниз. Ну, в принципе, все. Теперь нам понадобится Shift D, косточки, стуки две, больше не надо, которые будут держать нашу вот эту щеку, от того, чтобы она не поднималась вся с нижним веком, если это дело такое будет. Теперь Shift D ставим косточку под нос, для чего? Когда будет верхняя губа подниматься, чтобы у нас не двигалась, значит, весами вот эта, значит, опадка, да? Ну, и вот эту косточку тоже поставим. Так, это значит, вот эти две косточки, тройка на нампаде, нужно вывести их вот таким вот образом, чтобы они именно держали нос. Так, ну, в принципе, все. Так, тут еще можно на ухо поставить, но это не столь важно, давайте вот этим и ограничимся. Значит так, вот это все дело мы выбираем, вот с этой стороны. Центральный не трогаем, делаем Shift D, щелчок, Мира X Global. Так, чуть-чуть я дернул, да, ниже опустим, не вопрос. Так, теперь Alt H, возвращаем все наши вот эти кости, и смотрите, что нужно сделать. Нам нужно выбрать все кости, которые не будут участвовать в веках, да? Так, вот такая это очень нудная штучка, штукенция, да, так, и это значит вот эта кость, вот эта, так, Ctrl Z, Ctrl Z. Так, поближе поставлю, а то я как-то промахваюсь. Так, вот эти вот, так, это еще века. Кости фиксации выбираем, так, вот эти все кости на щеках, так, нижнее века не трогаем, нос потом привяжем, значит, к нижней губе. Ну, и вот эту часть сейчас повторим. Делаем Ctrl P, Keep On Set на кость головы. Так, это дело есть. Теперь, смотрите, какая штука, значит, что верхние губы, вот эти, мы вяжем к верхней вот этой кости, Ctrl P, Keep On Set, кости верхней челюсти. А нижние вот эти все, соответственно, вяжем к нижней челюсти, Ctrl P, Keep On Set. Так, нос, полностью нос, полностью нос вяжем к верхней челюсти, Ctrl P, Keep On Set, тройка на нападе, ну, вроде бы все этако, да? Так, я еще хочу добавить косточки для глаз. Для глаз я буду вытягивать, значит, отдельно уже косточку. Alt P, Clear Parent, значит, G отводим вперед, заходим в Object Mode. И здесь мы давайте кое-что скроем, аж шляпа нам не понадобится. Выберем теперь наши глаза. Тройка на нампаде и прям-прямо выдвигаем их вперед. Все, ничего не двигаем, не сдвигаем. Выбираем наши кости, заходим в Post Mode. А, пардоните, Edit Mode. Так, опускаем косточку ровно до глаза. Вытягиваем по центру глаза, ставим, делаем S. Косточку лучше делайте поменьше, чтобы глаз у вас адекватно, значит, работал, да? Иначе он будет тянуть, там, короче, больше поворот делать. Ну, нехорошая будет штука. Вот, вот такой размер маленький. И, значит, выводим именно на центр глаза. Ну, вот, где-то тут, да? Приблизительно. Семерка на нампаде. Делаем Shift-D, щелчок, так. Двигаю мышку, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, выбираем, делаем Shift-D, щелчок. Выводим ее чуть вперед. Так, можно чуть-чуть еще подальше, чтобы связки не было. Shift-D, щелчок. Это будет косточка-управляшка. И две косточки, вот эти, Shift-D, щелчок, значит, выводим на этот глаз. Итак, выбираем, теперь, значит, вот эти две косточки, глазный ориентир, который будет, и привязываем их, значит, к центральной управляшке. Ctrl-P, Keep Offset, нажимаем. Так, теперь управляшку и вот эти глаза, тройка на нампаде, выбираем и вяжем к голове. Ctrl-P, Keep Offset. Ну вот, в принципе, и все. Заходим в Object Mode, выбираем нашего персонажа, выбираем наши глаза, выбираем кости. Делаем Ctrl-P, White Automatic Widget. Все, привязка прошла нормально. Так, Alt-H, возвращаем нашу шапку, и шапка уже была привязана, значит, ригом. Давайте это все дело отменим. В модификаторах закроем, значит, арматуру. И теперь сделаем Alt-P, Clear Parent. Обязательно отвяжем, поднимем шапку. Так, надеюсь, что она не будет ломаться. И выберем кости. Делаем Post Mode, выбираем кость, Ctrl-P, это будет Bond. Так, заходим в Object Mode, выбираем кости, заходим, значит, в Post Mode. Так, настроим давайте сначала глаза, а потом уже внешний вид. Выбираем косточку, значит, ориентира. Следом выбираем через Shift косточку глаза, Ctrl-Shift-C, делаем Track To. Косточка поднимается кверху, находим настройку кости и ставим YZ. Так, то же самое делаем с этим глазом. Ctrl-Shift-C, сочетание клавиш, Track To. YZ. Проверяем, если мы будем сейчас центральную управляшку вертеть, вы видите, что глаза адекватно следят за центром, значит, управляющей кости. Так, это дело мы теперь выбираем полностью, заводим, значит, в череп нашего персонажа. Так, нужно это все дело по-нормальному засадить туда. Так, смотрим. Ух ты! Пучит глаза. Вот, вот так будет, наверное, нормально. Так, ну и можно прямо их чуть-чуть повыше приподнять, если вдруг что-то там чуть-чуть сбилось, что-то опустилось. Не вопрос, это уже не столь важно. Так, верхние кости заменяем, вот эти все верхние кости, заменяем на кубы. Это, значит, аддон Rig Toon, это будет у нас куб. Крит. Боковая панелька помогает нам все это дело уменьшить. Ну, а насколько больше делать, это, смотрите, как у вас, значит, воспринимает зрение, и чтобы внешний вид, вы адекватно, значит, видели вот это все движение лица потом. Так, назначим, значит, Bon Group, добавим какую-нибудь группу, пусть будет вот такой цвет, значит, да. Теперь следом вот эти все кости выбираем, которые отвечают за ограничение века, и это будут у нас сферы. Крит. Чуть-чуть побольше делаем, потому что мы уменьшали кубы. Это плюс, значит, пускай будет, ну, пускай будут красные, да. Хотя, я думаю, что желтые будут лучше видны. Так, теперь ограничения, все ограничения. Так, значит, что еще? Нижние веки вот эти, это будут у нас, чтобы выбрать, да. Что тут будут кубы, что тут сферы. Ну, опять же, выбираем сферы, и назначаем цвет, допустим, синий. Так, тут тоже самое, выбираем вот эти все штуки, делаем крит, и тоже пусть будет синий. Так, это будут у нас уже кубы. Короче, вот это все пусть будут кубы. Можно наделать, конечно, еще каких-нибудь там значков, но я даже не хочу на это дело заморачиваться, потому что сам устанавливаю, и сам, в принципе, ну, как сказать, знаю, где какая кость находится. Да, если, значит, другие будут риком пользоваться. Ну, я думаю, поднатаскаются, попробуют, и все будет нормально. Значит, это будет у нас уже тоже кубы. Можно сделать цирклы, в принципе. Пусть будут кубы, кубы, и, значит, цвет. Вот здесь пусть будет уже красный, допустим. Эсижин, да? Тогда вот эти все, так, вот это не надо, вот эти, которые, значит, кости ограничений, можно добавить на циркл, правда, что. Все, это цирклы будут. Так, теперь займемся, значит, нашими глазами. Значит, кости поворотов управляшки, вот эти, вот эти боковые, да? Тройка на нампаде, и назначим их на финджеры. Крит. Увеличиваем, значит, пусть они будут больше, чтобы с любого ракурса вы видели, что вы, значит, нажимаете. Самая важная такая штука. Так, это есть такое, значит. Делаем крестом, это будут, значит, синие, а вот это будут, значит, желтые. Вот, теперь мы понимаем, что синяя, это верхняя, это нижняя, и сбоку уже, в принципе, можно не ошибиться, да? Так, теперь выбираем, вот эти кости ориентира, значит, глаз, это будет у нас глаза. Так, а вот эта кость будет управляшка, управляшка, это будет эйс. Так, это будет, значит, кость красная, одна кость будет у нас зеленая, и одна кость будет у нас, ну, пускай синяя. Так, вот эта кость нам не понадобится, это можно сделать, значит, линию, рит. Уменьшаем, это будет просто линия. Она нам не понадобится в анимации, она будет не задействована. Можно ей даже цвет не назначать, но знайте, что она, видите, это она тут присутствует. Так, теперь, значит, косточка нижней челюсти обязательно нужна, это будет финджер. Тоже мы ее вытягиваем побольше, чтобы видеть. Назначаем ей цвет красный, допустим. Так, что еще у нас есть? Значит, у нас есть нижние вот эти кости мы будем делать, значит, сферами. Крит, пусть будут желтые, да, и, значит, верхние это будут кубы. Так, кубы у нас будут каким цветом, да, так. Так, ну, пусть будут зеленые. Так, 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 и шляпа. Шляпу назначим, раз у нас голова на вот этот круг сделана, да, то сделаем ей стрелку. Ну, тут, 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 стрелка. Так, стрелки делаем побольше размер. И делаем разворот, если нужно, 90 градусов. Назначаем цвет, допустим, красный. Все, вот, видите, да? Но, тут еще в чем вопрос, что лучше ее, наверное, подвинуть чуть-чуть вперед, чтобы не путаться. Вот, лучше пусть впереди будет. Так, что она делает? Если мы ее выбираем, надеюсь, шляпа, все, шляпа адекватна Alt-G. Значит, выглядит, тройка на нампаде. Шляпу, значит, одеваем на персонажа. Так, есть такое дело. В принципе, что? В принципе, и все. Рот, значит, можем закрывать. Вот, уже персонаж нормальный. Смотрим, только у меня здесь к нижней привязаны вот эти вот линии сгиба. Сначала будет неинтересно, а потом, когда вы поправите уже в анимации это дело, все, они будут нормально находиться на своих местах. Так, ну и, конечно, на первом кадре это все дело прописываем А, И. Так, нейтральный кадр, чтобы, если что-то косяк, мы могли этим делом воспользоваться. Выбираем, значит, наш, вот это, веки. Так, и смотрим. CTRL-Z. Значит, так, если мы выбираем вот эту косточку, тройка на нампаде, делаем R. Так, до конца не будем закрывать. И получается, что какая-то кость, значит, по-моему, не привязалась, да? Так, а ну-ка. Так, эта кость привязана, и эта кость привязана. Так, а вот здесь привязана. Не хватает одной кости, как будто, да? Так, надеюсь, никуда она не ускакала. А, вот она. И мы видим, что она не привязалась, видите, да? Так, это значит, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Бывает такая штука, что она, значит, вот эта косточка не довязалась. Смотрим в Edit Mode. Так, эту кость вяжем к верхней, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Она привязана, да? Но, привязана, но она, значит... Так, она, значит, навека не реагирует. Почему? Возможно, мешает веса вот этой соседней косточки. Не вопрос. Мы ее глубже заведем в нос. Тогда вот эта косточка тоже, значит, пускай поглубже уйдет, значит, в меш. И, наоборот, мы ее чуть-чуть выведем вперед сюда. А ну-ка. Так, заходим в Object Mode. Выбираем персонажа и обязательно перевязываем. CTRL-Z, CTRL-Z. White Automatic Widget. Выберем, значит, наш RIG. Заходим в Post Mode и смотрим. Все, видите, да? Попало в Mesh. Тестим, значит, века. R. Опускаем. Так, и понимаем, что, значит, эта косточка очень-очень глубоко просто сидит, значит, в нашем персонаже. А ну-ка. Так. А ну-ка, значит, не вопрос, что мы можем сделать. Заходим в Edit Mode. И просто эти две косточки удалим. А ну-ка. Delete Bon. Выберем, значит, вот эти кости. Сделаем CTRL-I. Аж скроем остальные кости. Так, да? И, значит, просто вот эту косточку переведем сюда на край. Так, а эту косточку переведем G сюда на край. Так, ну, как-то так-то, наверное. ALT-H. Возвращаем все кости. Заходим в Object Mode. Выбираем нашего персонажа. Выбираем кости. CTRL-P. White Automatic Widget. Перевязка делается. Заходим, значит, выбираем RIG. Заходим в Post Mode. И, надеюсь, сейчас все это дело будет нормально. Так, вот это дело я, значит, не пойму. А ну-ка. Так. Так, так, так. Нужно сообразить, что же она хочет. Так, у меня таких проблем, в принципе, не было, да? Да, вот эти верхние кости, видите, они привязали и тянут за собой. Ладно, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Так, на этом RIG попробуем тогда обыграть вот эту штуку, да? Значит, выбираем вот эти кости второстепенные. и просто их тогда удаляем. Маленькое расстояние до бровей, CTRL-P, White Automatic Widget, и поэтому, значит, они вот это, значит, назначили там свои веса и мешают нашему персонажу моргать. Ну вот, уже получше. Уже получше. Выравниваем, значит, тут этот наш изгиб. Так, проверяем нижнее веко теперь. Ну, в принципе, что? В принципе, нормально. Чуть-чуть где-то подправить. Где-то чуть-чуть, значит, так, CTRL-Z, CTRL-Z. И, значит, у нас персонаж все-таки глаз закрывает. Все, и в принципе не столь уродливо, согласитесь. Ну, где-то можно текстурками потом доподкрасить вот эти вот переходики. Переходы, переходы. CTRL-Z, CTRL-Z. Так, все, с этим делом разобрались. Глаза работают, веки работают, значит, все, персонаж рабочий. Можно его теперь, значит, сохранять. Что я сейчас и делаю. Файл, сейв, сейв. Все, сохранили. Так, есть такая штука. Значит, все не могут на лошадях на Диком Западе ездить. Да? Герой, он изначально... Почему герой? Потому что он изначально, значит, неудачник. Где-то у него какие-то косяки, какие-то проблемы. И, значит, та или иная ситуация его подталкивает к тому, чтобы, значит, совершить что-то. Как-то где-то что-то. Карма там. Ну, короче, 200 бонусов ему в карму. Значит, победил, спас, влюбился, там, еще что-то. Все. Карма заработала. Молодца. И, значит, что? Я хочу, чтобы этот персонаж изначально, потом, конечно, он у тебя коня добудет, но изначально пусть он будет на осле. Я тут посидел, немножко сделал, значит, еще одну модельку. Так, осел. Так, надеюсь, это этот. Так, почему-то так, не понял. Так, 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 так оно. Угу. Давайте отдельно его посмотрим, значит, файл, да? Оп, значит, осел 1. Don't save. Так, это у меня, значит, просто ролик. Нет, не это. Так. Сейчас посмотрим, что не так. Alt-H. Вот она. Нашлась окошко. Это, значит, delete. Выставляем. Здесь у нас стоит 33 кадра. Файл делаем сохранение. Так, смотрим анимацию. Рик тот же самый, что значит и на лошадях. Вот так он, значит, здесь идет. Так, немножко я вот не могу понять, где у него вот этот стопор происходит, да? Ну, давайте поставим 30 кадров. О, все. Вроде бы стопора как такового нет. Вот чуть-чуть добавим. Все, нормально. Разогнался. Файл сейв пока. Заходим, выбираем, значит, нашего героя запада. Файл импорт. Значит, линкуем сцену. Находим коллекцию. Так, и вот осел почему-то у меня становится меньше. Так, если я сейчас так, добавляю камеру. Так, камера у меня здесь, значит, у меня большой вот этот персонаж. И вот в чем косяк, да? Если я сейчас его буду уменьшать, давайте посмотрим, что произойдет. Главное, чтобы не было потом сбоя. Так, насколько он должен быть? ну, я думаю, вот этот размер в принципе нормальный, да? Надо посмотреть будет его размеры человека к ослу. Так, и что получается? заходим в постмод, английская А. Нам нужно удалить всю вот эту анимацию нашего персонажа. так, оставляем только базовый, значит, кадр. И сохраняем это все дело, значит, save us. Герой запада, значит, базис. Или запишем осел. так, есть такое дело. Ну, а теперь давайте как-то это дело в прошлый раз так и тут, значит, выбираем персонажа, значит, G. Посадим его сейчас на нашего коня. Так, а ну-ка, что это у нас тут показало? О, видите, да? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Косяки тоже бывают, вылазят именно, когда их особо не ждешь. И, значит, Edit Mode выбираем, значит, глаза вот эти, которые у нас отвечают за веки. И делаем их Ctrl-P, Keep Offset, значит, голове. Также, значит, у нас косточка почему-то не привязалась к шляпе, Ctrl-P, Keep Offset. Заходим, значит, куда мы заходим? в Post Mode и косяки должны быть устранены. Как это проверить? Выбираем нашу голову, так, это у нас шляпа, шею тогда выберем, и все, а, нет, не все, так, это что у нас? заходим в Edit Mode и вяжем голове, Ctrl-P, Keep Offset. Где-то не дощелкнул, где-то не дотянул, так, значит, а ну-ка, R, здесь вот настройка, мне не нравится, что кости отделены полностью друг от друга, да, просто на связке находятся, и такие растяжения делаются, ну, ничего. Так, можно не трогать нижнюю площадку, ну, я, наверное, ее немножко подвигаю, так, G, ага, и хочу, значит, я что, чтобы он прикольно на нем сидел, допустим, вот он на нем сидит, а ноги, ноги, чтобы, как бы, наверное, вперед были, и как бы, вот, ну, как там они сидят на ней, да, расслабленно, вот, так, это и есть, но теперь надо, чтобы колени были вывернуты, потому что, наш персонаж, надо, чтобы ноги не заваливались, прям, глубоко, а ну-ка, G, так, так, вот нормально теперь значит что у нас получается джим так 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 это значит нужно подзагнуть нам пальцы так и вот какая как а получается надо все это дело подкрутить нам к центру так ну я думал так пойдет все таки этот тест не основная значит анимация так опускаем ключицы разворачиваем ключицы значит сторону нашей руки ну опять же локоть да можно хоп подкрутить вот будет еще значит неудобство цветаем а как и вот этой штукой тряпкой да чуть-чуть ключицы можно где-то оттянуть где-то расслабить где-то допустим вот жалко что нельзя значит делать вот эти полностью зеркальные отражения на две стороны возможно когда-то это все дело сделается конечно но вот сделал левую допустим руку и раз копировал допустим развернул на правую и сразу раз хорошо жизнь красками заиграла да и вот эти вот цирклы очень глаз напрягают когда их начинаешь вот именно сгибать очень много они там переплетаются и получается не очень интересно да ну ладно вот как то так то будь пусть будет опа натяжечка тут пошла куда-то да так вот 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 так дотягиваем тройка на нампаде и значит где-то тут он должен сидеть значит что у него с шапкой и прописка ну а теперь самое простое да раз он идет вот здесь он раз вот поднимается и значит персонаж наш должен тоже как бы подняться да вместе с ногами чуть раз так приподнимается так руки тоже хоп чуть приподнимаются а и прописка так здесь он значит должен как бы опуститься здесь он должен как бы значит подняться так 30 кадров ставим или сколько там 33 было по моему так и вот у нас нет после первых кадров первые кадры значит cfd копируем на последний чтобы мягкий был ну не было толчка там какого-то да так ну вот он едет конечно вроде бы все нормально такой грустный там приподнимается да ну что-то в нем не хватает да так на каком-то кадре наверное что он может сделать ну допустим выпрямиться да так это значит раз он тут выпрямил выпрямился да тогда здесь вот эти кадры второстепенные мы должны удалить чтобы плавно он такой раз и оп чуть чуть выпрямляется ну кивает как бы спиной да так теперь что у нас у нас ремень нехорошо мотыляется нужно выбрать теперь у осла это уже в его файле нужно будет переписать значит вот этот ремень и вот так наш главный герой заедет значит куда так тут вот еще можно лапы чуть-чуть персонажа значит в центр поставить что-то не поглядел в этот раз ну вот сбоку вот раз там нормально смоется вроде но вот по прямой видите что нужно лапу лапы как бы к центру поближе подвинуть но это я перепишу не суть вопроса главное что он все персонаж едет печальный такой значит он едет то едет но это мало кадров надо удлинить значит анимацию чтобы добавлять еще болтыхание допустим ног давайте допустим болтыхание ног значит выбираем наши вот эти ноги и на центральном пятнадцатом кадре допустим их раз чуть там перекрутим а и вот согласитесь уже ноги мотыляются уже как-то поинтереснее так вот это нога мне не нравится я ее изначально перекрутил очень так это значит alt g alt r чё тут еще можно вот она да alt g alt r вон и значит на каком-то кадре ну давайте на первом это alt g alt r прописываем и тогда эти можно вот этот делить первый и последний shift d перегнать значит на первый кадр так удалим центральный попробуем его тройка на нампаде и тогда смоем все нормально мотыляется так вот еще хвост нужно сделать чтоб у осла мотылялся и что-нибудь я такая еще тут он еще может ну добавить конечно здесь можно движение вот это вот по полный потом добавить значит что еще можно ну если оружие будет он вначале едет без оружия конечно так ну и тройка на нампаде что мне не нравится так тут еще шапку видите на поет под его голову сейчас подогнать некрасиво смотрится так мы глаза чуть-чуть он короче сейчас на центральном да он так раз так а ну-ка тройка на нампаде делаем так чуть-чуть значит подкорректируем а а и ну чтоб не пялился до чтобы глаза прям так не были вытрощены ну и вот такая штука кстати значит осел с анимацией будет в группе можно будет скачать и пробовать вот этого персонажа персонаж тоже будет в группе все это можете если кому-то интересно с ними поработать сделать какие-то сценки в принципе чё вот оружие им надо еще добавить и вот эти вот побольше сделать значит этих ремней разнообразных потом он станет крутой и у него значит за спиной должна появиться тоже лямка под ствол до два пистолета у него будет по бокам возможно в будущем если какая-то с ним будет история он переоденется уже в шерифа там допустим или в бандита ну надо короче посмотреть комиксы какие-нибудь и по какому комиксу можно будет снимать значит этот сюжет так файл сохраню как он называется запад осел значит сейф ну вот такая значит штука все всем пока до свидания с потом будет в группе и здесь по моему выложу тест тут вот этой ситуации значит в локации уже все всем пока до свидания и и это и Продолжение следует...